В своих сюжетах мы вам неоднократно рассказывали об активной трудовой деятельности работников Дома культуры села Натырбова. Министерство культуры Республики Адыгея и Центр народной культуры Республики Адыгея в целях возрождения традиционной народной культуры и реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе Республики Адыгея, укреплении межнациональных отношений и патриотического воспитания, 2-5 ноября на цифровых ресурсах культуры провели заучный региональный фестиваль «Возвращение к истокам. Путь к возрождению». В нем приняли участие 9 творческих коллективов со всей республики, в их числе Народный театр Муза Натырбовского филиала СДК, ставший победителем этого фестиваля. О том, как это было, с какими сложностями и трудностями столкнулись артисты, нам рассказала заведующая Домом культуры Силана Натырбова Зинаида Олейникова. Мы сейчас находимся на сцене, на которой мы творили весь этот обряд и стали лауреатами первой степени. Почему мы здесь находимся? Здесь очень комфортно, уютно, всегда для нас здесь красиво. И все, что здесь происходит, потом у нас все это остается в душе, в сердце, и мы это долго помним. Вот. Дело в том, что замечательный фестиваль региональный проходит в республике ежегодно. Это «Возвращение к истокам, путь к возрождению». Этот фестиваль, значит, спасибо большое Министерству культуры республики за то, что он проводится очень давно. Почти каждый год мы принимаем участие в этом конкурсе. В самый первый раз это было, я даже уже не помню в каком году, мы заняли также первое место. У нас был свадебный обряд, русский свадебный обряд. Потом, значит, были также и призовые, и места, и грамоты за участие. Это были и казачий обряд, проводы казака на линейную службу. Также был обряд таджикский, свадьба, украинский. Обрядов было много, которые... Каждый раз мы хотим показать разные обряды, не зацикливаться на каком-то одном и потом что-то там развивать. Нет, хотелось бы показать обряды разных народов, разных национальностей. И в этом году сложность была сложность, и в то же время было легко, ну и сложно, потому что был фестиваль этот онлайн. Было больше возможностей декораций, больше возможностей численности людей, но в то же время надо было снять одной картинкой. То есть нельзя было ни приближать, ни удалять все это. Вот, как будто сидит жюри и смотрит на нас из зала. Поэтому снимали без всяких, как сказать, соединений, кадров отдельных. Все как по-настоящему. Права на штуку не было? Не было, не было, конечно. Вот, значит, долго думали, какой обряд взять. Уже столько было и Рождество, и свадьбы, и сватовство. Сидели, думали, какой взять обряд. Мне пришло в голову, что о хлебе, очень много поговорок, пословиц. Зашла в интернет, начала искать сценарий именно о хлебе. С обрядовыми элементами, с традициями, с ритуалами какими-то. Вот, ничего интересного не могла найти. Можно сказать, весь интернет перелопатили, но ничего интересного не нашли. Но вдруг появляется картинка «Игнатьев хлеб». Значит, фотографии хлеба со всем рисунком, три вида хлеба. Написано «Игнатьев хлеб». Что за «Игнатьев хлеб», что такое, что там такое происходит. И вдруг, значит, читаю, что «Игнатьев хлеб» именно пекли на «Игнатьев день», 2 января. Это был символ Нового года, рождественских праздников последующих. И со 2 января начинался, как бы начинался уже Новый год. Не 31 декабря, а 2 января. Это было на Руси, так раньше. И, значит, чисто был информационный материал. Что происходило в этот «Игнатьев день», какие были традиции. Например, надо было отряхнуть деревья, яблонь от иния. Потом, значит, покормить птиц, загадывая, чтобы был у них голодный год. Очень много было обрядовых элементов именно в этот день. Обойти, значит, избу и деревню вокруг, чтобы не было нечистой силы, чтобы был урожай, чтобы не вымерзло, не выбило градом. То есть очень много именно в этот день было обрядовых, традиционных каких-то, значит, нюансов. Но дело в том, что просто был информационный материал. Об этом нет ни сценария, нет ничего, кроме, я же говорю, информации. Ну, начала придумывать. Начала придумывать именно мизоцены, именно действия, именно... И просто оно потихоньку само сложился сценарий. Если это «Игнатьев день», то кто может быть в доме хозяин? Ну, конечно, дедушка Игнатий. Вот всё начинается с него. Теперь, значит, ну, у Игнатия есть, конечно, бабушка. А в то время семьи были большие, и все, можно сказать, жили вместе, дружной семьёй. Семьи большие, и дети, и невестки, и зятья, всё-всё. И вот мы решили, что вот будет такая семья. Тем более, Народный театр «Муза» — это большой коллектив, 20 человек. Вот, в этот раз было участников 14, которые непосредственно нужны были, каждый из них. Кто-то играет, кто-то поёт, кто-то какую-то роль определённую играет. Вот из этого вылился сценарий. Все роли, все слова, все действия мизоцены были придуманы. Единственное, оставалось что? То, что касается праздничного дня, конкретных обрядовых элементов. Мы не знали вообще об этом празднике, не знали вообще об этих традициях. Что такое паучок, что такое, значит, ёжик, который оберегал дом. Это обереги, которые делали своими руками из теста, из соломы. Мы это всё делали тоже, из соломы, из теста. Всё об этом рассказывалось. Потом находили рождественские песни. Рождественская песня была, но она была без музыки. Поэтому вот Василий, который у нас играл на цимбалах, он придумал эту музыку. Народную на цимбалах. Вот дети там исполняют. Так как этот фестиваль является ежегодным, найти нужный и неиспользованный материал для работы нелегко. Сколько заняло времени придумать сценарий? Ну, сценарий придумать это где-то, ну, наверное, недели две. Недели две было, да. Конечно, репетиции было немного, потому что в связи с вот этой обстановкой эпидемиологической, вот, репетиции было немного. Я честно скажу, наверное, было бы и времени 20 минут давалось для именно обряда, 20 минут. Если бы было это немножко, хотя бы полчаса, наверное, было бы это еще более развернуто. Это уже более театрально было. И, ну, нам хватило 20 минут. Хочется другое. Ну, надоедает вот одно и то же. И тем более, когда сценарий берется с интернета, просто с интернета, не надо задумываться даже. Зашел, сейчас вот все очень просто. Раньше не было интернета, в книжках находишь, там что-то переделываешь или начинаешь думать. Сейчас все просто. Зашел в интернет, захотелось свадебный обряд или обряд Рождество, он тебе вышел, пожалуйста, готовь. Нам это не нравится. Мы хотим что-то свое, мы хотим подумать, мы хотим, чтобы... Вы усложняете, да? Мы для себя, для себя мы усложняем. И на следующий год я вам тайну выдам. У нас есть один хороший материал. Уже? Уже, да. И я думаю, что его нет ни у кого. Даже так. Даже так. Интрига. Секрет. Чтобы, да, чтобы другие подумали и тоже постарались найти что-то новое, не показывать одно и то же. Но коллективы в этот раз в фестивале очень мне понравились. Все коллективы понравились. Вот было 9 коллективов и очень хорошие коллективы. Все. Я смотрела, наверное, по два, по три раза каждый коллектив. Очень мне понравились коллективы. Конкуренция серьезная. Конечно, конечно. А тем более, но я хочу вот еще что заметить. Если бы дали такую возможность снимать не вот просто одним планом вот таким, как сказать, вот сели и мы смотрим, а именно приближать, отдалять именно как в кинофильмах. Я думала, оно было бы интереснее. Конечно. Потому что в Инстаграм, когда смотришь и когда вот издалека, некоторые люди даже не видят, с чем мы работаем, с каким материалом мы работаем. То ли это хлеб. А у нас ведь хлеб был испечен именно по традициям того времени. У нас хлеб был именно вот один был крест и виноградные эти гроздья. Потом, значит, второй хлеб у нас был гумно, вот скотоводческое. Третий уже был простой. То есть мы именно сделали тот хлеб, который был в то время. Рисунок. Как это можно увидеть в Инстаграм на экране? Это хорошо, когда мы выводим на большой экран и вот это смотрим. Но некоторые люди только смотрят то, что в Инстаграм. А там невозможно рассмотреть все эти нюансы. И вот если, например, онлайн делать такие конкурсы, конечно, хотелось бы ни одной картинкой. А именно приближать, отдалять, именно чтобы это было видно. Каждого человека, глаза, мимику, жесты. Но это будет фильм натуральный, пусть 20 минут. Но это будет намного интереснее. Кроме того, что Народный троматический театр Муза стал лауреатом первой степени, Елена Чеховская была награждена дипломом за возрождение традиционного народного костюма в эстетике сценографии. Лауреаты первой степени. У нас две грамоты. Одна грамота за то, что лауреаты первой степени, за нашу работу. А вторая грамота – это Елена Чеховской, Елена Николаевна Чеховской, за то, что были подготовлены костюмы. То есть работа с костюмами. Это действительно ее работа, особенно то, что касается головных уборов. Она делает нам и короны, и вот эти русские, значит, кокошники. То есть подборка костюмов, приготовить костюм, одеть каждого персонажа. Это ее была работа. А с реквизитами как-то? Реквизиты делаем мы все вместе. Мы все вместе выходим на сцену, весь коллектив, и мы начинаем спорить, придумывать. У нас были очень большие споры из-за этой печки, которая мне не очень, честно скажу, нравилась. Она была очень такая большая, громоздкая. Но потом мы ее обыграли. Оказывается, там у нас дед Игнатий, значит, грелся, и ну вот, вот все как-то. И мы прям, она у нас и горела, наверное, было это видно. Вот, внутри дрова у нас горели. И потом это все обыгралось. А так, каждый придумывает что-то свое. Мы все берем во внимание. Не кто-то один там вот. Нет. Кто-то говорит, а давайте вот это сделаем. А давайте вот здесь вот. Ну и вот так это все рождается. Но рождается это сразу на сцене. Спасибо большое и Министерству культуры, и Центру народной культуры республики за подарок, о котором мы просто мечтали. Это стационарный компьютер. Ну, это, конечно, для работников культуры в данный момент. Потому что мы работаем сейчас и над, особенно вот в этот период все онлайн, и над роликами работаем, и сценарии. Ну, все, все сейчас интернет, конечно. Сейчас все связано с компьютерами. Поэтому спасибо большое. Благодарность от всего коллектива за такой для нас очень ценный подарок. В сложившейся обстановке в связи с коронавирусом фестиваль проходил в онлайн-режиме. И здесь нашлись свои плюсы. Мне больше всего в этой ситуации нравится что? То, что сейчас тяжелое время, понятно, приходится работать онлайн. Плюс был этого мероприятия онлайн в том, что каждый обряд могли посмотреть не только те зрители, которые сидят на конкурсе, жюри и зрители, и коллективы. Посмотреть могли обряды все желающие. Все. Это большое количество людей. Посмотрите, сколько там просмотров каждого обряда. Только по, по-моему, по Министерству культуры, именно Инстаграм, там 500 и 600 просмотров, 800 просмотров, вот коллектива одного, 800 было просмотров. Зал этого бы ни в коем случае не уместил. А это сколько просмотров идет? И до сих пор идут просмотры, потому что выставляются и каждый в своем районе выставил свой обряд. Плюс район, плюс ДК выставляют в своих Инстаграм. Это Ютуб. Это столько просмотров. Когда такое было, чтобы вот так могли посмотреть? Коллектив Дома культуры Силана Тырбова никогда не сидит, сложа руки. И наперед продумывает, чем же они могут порадовать своих зрителей. Сейчас они готовятся ко Дню Матери, даже к Новому году. За кулисами сцены находятся все необходимые реквизиты. У нас сейчас задумка есть на Новый год. К Новому году онлайн мы сделаем хороший такой спектакль. Тем более возможности в программах такие есть. И зиму показать, если не будет зимы. Значит, у нас есть интересный материал. Значит, это новогодний, который мы будем делать. И тем более с такими декорациями, которые у нас есть. И дворцы, и все остальное. Вот, поэтому желание у нас есть. Коллектив у нас есть. На протяжении 20 лет Народный трамматический театр и Муза пользуются успехом не только в своем селе. Но и в районе, а также в республике. Слова благодарности коллективу – это естественно. Потому что Народный театр Муза, он уже с 2000 года звание Народный носит. Театр Муза. Вот это вот уже сколько лет? 20 лет. 20 лет. Поэтому благодарность – это мягко сказано. Без них это, я не знаю, это в клубе было бы скучно, наверное. Потому что люди собираются разные. Разные у них, как сказать, разный талант. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то читает хорошо. И вот когда мы это все собираем, то здесь у нас и споры горячие. И вот даже, ведь Народный театр – это не только работники культуры. Это ведь односельчане, это и пенсионеры, и дети, и те, которые работают, служащие в каких-то бюджетных учреждениях. Поэтому и каждый приходит со своим характером, каждый приходит со своим таким позитивным настроем. Но каждый хочет выразить себя. И поэтому тут бывает даже и по пять режиссеров сразу на сцене. Потому что каждый вот что-то хочет нести. И спасибо большое коллективу. Я говорю, в прошлом году мы стали лауреаты первой степени. Вот Виктор Полонский, Лошкари, Покрова. Вот совместная была работа. И в этом году, конечно, благодаря коллективу, как можно не говорить, им спасибо. Большое спасибо и творческих успехов. И, я не знаю, и быстрее бы закончилось вот это время тяжелое. Здоровья всем желаем мы. Быстрее бы хорошо в онлайн работать. Но зрители, нам нужны зрители. Нам нужны не просмотры. Но просмотры пусть они останутся. Но мы хотели живых людей. Мы хотели аплодисменты, улыбки. Спасибо большое всем. Мы также поздравляем творческий коллектив во главе с Зинаидой Олейниковой с очередной победой. Натуся Кучмезова, Сергей Лапынцев. Новости Кашхабского района.